всем привет друзья товарищи вы на канале покемоша лайф а это значит что ближайшие 15 или сколько там минут мы проведем с большой пользой для себя внимательный джентльмен должно быть смутно помнит что мы уже несколько раз не покладая рук фактически как папа карлос сантана знакомимся с моделями локомотивов от издательского дома модемио сначала это была старина вл-60 затем долгоиграющий чм-3 а потом чс-4т е-мен долго ли коротко ли а между тем напрямую оттуда мы получили вот эту коробочку наша задача ее распаковать извлечь содержимое осмотреть и дать свою диванно-скрипучую оценку тарам паровоз серии ну наверное вы чего что-то еще может быть точно овечка смотрите парни и даже видите еще упаковка такая дополнительная это классно ну что же давайте тоже распакуем после распаковки во втором приближении у нас получилась такая картина а именно журлик и сама модель модель пока отложим в сторону и познакомимся с печатной продукцией номер 4 наша поезда паровоз серии овэ и традиционное оформление этого прекрасного журнала издательский дом модели его сначала картинка вы знаете она выполнена настолько объемно такая прекрасная цветопередача что хочется этот паровоз вот так вот взять вот и поиграться с ним три части журнала происхождение типов детские болезни история железнодорожного зодчества какая красивая картинка а я знаю это музей питера вот поэтому куполу можно определить овечка 66 40 большой номер кстати тендер здесь четырехосный но это так к слову происхождение типов какая ретро фотографии это еще настройки возможно колумбинский завод черепахи до черепахами называли изначально четырех парке буквы че было в названии серии и это фактически прототипы паровоза серии овэ прототипом овечки считаются паровоза серии ч и это не дань уважения чаби чейкеру а всего лишь производной а четырех парке четыре ведущие оси по аналогии парики с тремя ведущими осями назывались трех парке вот он питерский музей видите вот этот поворотный круг в главном здании он иногда включается но на моей памяти там стояла машина серии с.о. если я не ошибаюсь обратите внимание что тендер здесь четырехосный изначально на овечках были трехосный тендер и только на поздних машинах уже пошли четырехосные кроме того фермер наварили какую-то пузатую коробку основной тип год создания скорость мощность характеристики и описание конструкции паровоза очень важная заметка до революции ов считался самым массовым паровозом в россии всего с 1890 по 1928 год заводами было построено 9129 машин смотрите друзья вот эта картинка только уже в альбомном формате я уже давно говорил что надо эти картинки в рамочку под стекло и развешивать как некую галерею 324 а у нас модель тоже 324 и тут наша модель показала великолепная картинка и вот смотрите открытка в каждом номере от мадиме его есть такая открытка действующие здесь можно написать кому чему и открытка дойдет до адресата она ведь так под старину уже сделана такая сепия немножко со следами эксплуатации открытки основная картинка очень здорово дополняют друг друга вот смотрите это ранняя машина похоже еще даже с завода вон видите на будке никаких надписей еще нет и тендер трехвостный какой резервуар длинный принцип нормальности видишь паровоза о называли овечками аукцами джойки и овечки паровоз на парижской выставке видите друзья эти машины даже за рубежом экспонировались на выставке и вот третий раздел этого журнала истории железнодорожного зодчества здесь все время пишут каких-то вокзалов бонус каждом номере петербург москва алексей вульфов он пишет заметки для этого журнала тоже очень интересные вот реклама немножко как известно мадимео выпускает не только локомотивы но еще и автобусы легковые автомобили грузовики и вот видишь наши автобусы прекрасные машины лаза 695 ранние еще и вот спойлер следующего журнала следующем номере должна быть машина серии теп 10 не менее легендарный причем зеленые соберите всю коллекцию мадимео планирует выпустить 50 таких журналов и в каждом должна быть какая-то легендарная машина важно что все модели имеет правильный масштаб 1 к 87 по подписке будет бесплатная доставка и стоимость каждого журнала должна быть что-то там поменьше и плюс если не ошибаюсь 10 номером в подарок идет подстаканник железнодорожный ну и тут вот видите рельсы подставка еще ну а мы переходим к осмотру самого паровоза тарам посмотреть как он аккуратно упакован имеется специальной прокладки чтобы модель не ерзала пока ее везут такая картоночка и блестер я его уже разрезал давайте сейчас достанем модель извлекаем эту красоту коробочку в сторону пока и вот друзья у нас в руках модель легендарного паровоза серии увы слушай такая тяжеленькая из металла видимо хотя бы частично ладно начнем обзор нашей машины с котла во-первых стоит отметить что он выполнен из металла котел из металла рамы из металла видно и тендер тоже рама тендер из металла но до тендера дойдем чуть попозже конструктивно котел этого паровоза состоит из четырех барабанов которые внахлёст вставлялись друг в друга и закреплялись образовывая единую конструкцию передняя часть домовая коробка здесь находится так называемый конус который создает тягу в топке ну чтобы лучше горел топливо и на ней установлена выпускная труба вот такая домовая смотрите труба сложной конструкции из двух конусов вот такой механизм которых соединяется имитирован и здесь видите дополнительная маленькая трубочка отдельной деталью сделано классно также на дымовой коробке укреплен прожектор еще старомодный такой красивый с оптикой моде мио вообще все классно он видите какой стеклышко там как будто фонарик стоит такой объемный чем прожектор собственно такие же буферные фонари на них чуть позже смотрите на крышке дымовой коробки имитация крепления вентили петли здесь вот клёпки миниатюрной клёпочки сделано дальше средняя часть котла на ней установлен колпак сухопарника такая огромная деталь и песочница механическая песочница от нее идут трубочки подходят к колесным парам и здесь вот тоже видите механизмы со всякие рычаги а на топке сверху установлен главный резервуар с такими трубочками свисток с предохранительным клапаном на топке смотрите тоже сделано такую деталью отдельный как резервуар но видно что он пластмассовый он даже табличку на нем сымитировали здесь вот смотрите тоже всевозможные трубопроводы проходят с обоих сторон ну что ж котел просто великолепен снизу здесь укреплен паровоздушный насос качает воздух тормозную систему поезда и дальше будка машиниста обратите внимание что впервые на модели локомотива от модемио появились вот такие декали надписи в 324 еще правильным шрифтом старинным николаевская железная дорога а это основной то есть серия принятое к работе на большинстве железных дорог инфраструктура которых позволяла эксплуатировать эти машины без каких-либо дополнительных трудностей существует две основные модификации о о в то есть система пара распределения вальсхарта и более ранее от машины с кулисным механизмом джанко я они же джойки и это не отсылочка группе джой как резонно предположил джентльмен отдельно вон видите поручень поставлен под ножки с обоих сторон стеклышко и даже видите парован когда-то высовываешься что цвета мошки в голову не летели в глаза давайте перейдем теперь к паровой машине одна правая машина и вторая и внимательный джентльмен сразу обратит внимание что вот этот диаметр меньше чем этот понимаете это сделано не просто так на самом деле на этих паровозах был применен парораспределительный механизм вальсхарта отсюда и буковка в в индексе паровоза пар сначала поступал в цилиндр высокого давления ну и делал свою черную работу точнее белую работу а потом этот пар не выбрасывался а перепускался в цилиндр низкого давления температура этого пара была меньше выпадал конденсат в виде воды но тем не менее такая конструкция позволяла добиться экономии ну по крайней мере на бумаге до 20 процентов это было очень круто буферный брус нашей машины на модели выполнен из металла и смотрите какие миниатюрные надписи считаем и на такие маленькие буферные фонари наверное еще ацетиленовые смотрите как сделано вот эта ручка чтобы удержать они вставные были то есть их можно было взять или одеть на кронштейн опять заправив фонарь кроме того впервые мы можем наблюдать упоряж вместо автосцепки поскольку тогда еще автосцепок не было использовалась винтовая упоряж ну и конечно буфера поручни на этой машине выполнены из пластика они более тонкие по сравнению с поручными на чем и три и с этой стороны на площадке установлен так называемый пожарные рукава с твердым знаком еще видите радует еще что и на будке машиниста и на паровой машине и даже на тендере выделены вот такие красные окантовки экипажная часть нашей машины или колесная формула имеет ноль бегунковых четыре ведущие колесные пары и ноль поддерживающих так называемый 4 парка 040 овечки имели особенность в тормозах а именно тормозными были только оси тендера а сам паровоз тормозных осей не имел зато риостат есть но это не точно вот такой миниатюрный кривошипно-шатунный механизм он не двигается но это и понятно все-таки журнальная серия колесные пары спецованные и бандажные видите отдельно выполнены бандажи причем на настоящем паровозе колесные пары также были бандажными а толщина бандажа на новых колесных парах составляла 65 миллиметров вот такая имитация противовесов интересно что он 3 колесная пара не имела гребня давайте посмотрим как здесь это реализовано или нет вот гребень есть вот гребень есть нет гребня и вот опять гребень есть то есть видите тоже технически все достоверно гребневые безгребневые и опять гребневые колесные пара почему на ней не было гребня это было сделано для лучшего вписывания паровоза в кривые малого радиуса на пике своего развития о в имели следующие характеристики нагрузка от оси на рельсы 14 тонны сил мощность 720 лошадей скорость конструктивные 55 километров в час давление в котле до 14 атмосфер кроме того третья колесная пара на ведущие вот основной дыши что приходится как раз на третью колесную пару и от нее уже видите дополнительные дышло прицепные крепятся на вторую первую и четвертую колесные пары механизм реверсирования переходим к изучению тендера на нашей модели как видите тендер трехосный а на том паровозе который представлен в питерском музее тендер уже четырехосный но это позднее тендера видите вот такой поручень тоже индикатор на экраны сымитировали который показывает уровень воды в тендере есть такой вопрос подвох на чем работает паровоз на самом деле паровоз работает на воде а точнее на паре в который превращается вода при сгорании вот этого топлива коим является уголь нефти тендер вот он этот тендер сюда засыпался уголь или другое топливо а вот в этих емкостях заправлялась вода откидывались вот эти лючки и с помощью гидроколонки вода заливалась да паровоз труженик но и работать на нем нужно было на совесть и с полной отдачей когда в депо пришли тепловозы значительно облегчившие труд локомотивщиков появилась пословица самый плохой тепловоз лучше самого хорошего паровоза рессорные подвешивания тендера просто великолепно вот отдельные детали поставлены рессоры на стойках здесь вот так же балансир и буксы с подшипниками скольжения тоже выполнены отдельно детали ступенька сзади смотрите вот такие буфера отдельными элементами смотрите выполнены поручни фига себе ну и конечно же буферные фонари и надпись правильная надпись v324 необходимо отметить что и паровоз и тендер реализованы на одной общей детали как говорили старики на паровозе неисправность будешь искать пять минут а устранять весь день а на электровозе устранишь за пять минут но зато искать будешь весь день давайте потестим ее на модемиевских рельсах поставим на них этот парик слушайте на рельсах вообще просто топчик я рукой поддерживаю чтобы не упал великолепно а вот представлять если на эту модель сделать еще диораму ну там с гидроколонкой какой-нибудь будочкой свет поставить в это будет вообще просто огонь последний парик серии увы в ссср ушел на пенсию в 1964 году трудясь на забайкальской дороге и пыхтя на молодеятельные ветки овечки много снимались в кино назовем лишь неуловимые мстители один из шедевров тогдашнего кинематографа а какие фильмы вспомнит джентльмен с участием овечек подведем итоги помадлили овечки от модемио да чё там классно получилось все на уровне детализация и сборка аппарата и сам выбор серии смело можно поставить 10 баллов из 10 на любом макете или диораме она будет ярким объектом притягивающим взоры и как модель на полке тоже топчик спасибо модемио за это а зрителям спасибо за просмотр скромного ролика пишите как вы нашли этот парик и понравился ли он вам оцените хоть и ролик лайком или дизом там прям не знаю всем еще раз спасибо за просмотр всем удачи и до новых видео